Добрый день, с вами Максим Чех. Как видите, я вернулся на свой родной диван в Киев, хотя экзаменационная сессия в ЧУУТ сейчас в самом разгаре, но я поступил следующим образом. Я позаписывался на самые ранние даты экзаменов, чтобы побыстрее все поздавать, поскорее вернуться домой и подольше времени провести дома. На экране вы сейчас видите мои результаты. По всем предметам я получил А, кроме математики. У меня сейчас стоит F, но на самом деле я математику сдал на D, но это D мне очень сильно подпортило средний балл. Поэтому я попросил преподавателя, как бы спросил насчет пересдачи, и он говорит, да, я вам тогда поменяю оценку, и вы сможете записаться в КОСе на... Я записался на 17 февраля на последнюю возможную дату, то есть у меня теперь есть почти три недели, чтобы подготовиться к экзамену нормально и хорошо его сдать. Почему вообще стоит заботиться о среднем балле? Дело в том, что от среднего балла очень сильно зависит стипендия. Я с этим средним баллом, который соответствовал оценке D по математическому анализу, получил бы самую низкую стипендию. Я сейчас про это расскажу. Для того, чтобы вообще получить стипендию, на сайте ЧВУТ написаны следующие условия. Значит, условие 1 – это необходимо набрать 30 кредитов за семестр. Условие 2 – это необходимо закончить 4 классифицированных предмета за семестр. И условие 3 – средний балл должен быть меньше, чем 1,5. Размер стипендии по этому среднему баллу делится на три категории. Студенты, как бы самые умные, со средним баллом меньше, чем 1,1, то есть от единички до 1,1, получают стипендию в размере 10х. Это х, как тут хитро написано на сайте, устанавливается в приказном порядке, то есть приказ декана о размере х. Но по данным прошлого года, это х равнялось 1300 крон. То есть самые умные студенты получали за семестр стипендию в размере 13000 крон. Следующая категория студентов со средним баллом меньше, чем 1,25. Получают стипендию в размере 6х, то есть по тем данным прошлогодним это 7800 крон. И самые тупые студенты, такие как я, со средним баллом до 1,5 получают стипендию в размере 3х, то есть 3900 крон. Средний балл рассчитывается по формуле, которую вы видите на экране. Формула не сильно такая хитрая, то есть снизу в знаменательной дроби у нас идет просто сумма кредитов по всем предметам, а сверху мы берем оценку за каждый предмет и умножаем ее на количество кредитов за этот предмет. И все это суммируем. То есть А соответствует единичка, Б – полтора, С – двойка, Д – два с половиной, и Е – это тройка. Если у меня за математический анализ 7 кредитов, а оценка за математический анализ – Д, и в общем все это посчитать, получится средний балл 1,29. То есть самая низкая группа по размеру стипендий. Но я так подумал, я могу как бы углубить свои знания математики, подготовиться две недели, сдать экзамен получше и фактически заработать 13 тысяч крон. Почему бы этого не сделать? Это очень важно. Советую учиться, готовиться к экзаменам. И сейчас я расскажу вам о всех экзаменах, о том, как все это проходило и насколько это сложно было. Я по списку, наверное, пойду снизу вверх, потому что вверху у меня предметы, которые я записывал добровольно, а снизу как бы обязательные предметы. То есть последним у меня в списке идут роботы. По роботам у нас был классифицированный зачет, и вообще весь предмет роботы, он построен вокруг соревнования RoboSoutage, в которой принимают участие студенты первого курса и ученики школ. Суть этого классифицированного зачета заключалась в том, что когда уже у нас роботы были готовы, мы пускали их на трассу, замеряли время проезда этой трассы, и в зависимости от того, как быстро проехал робот трассу, присваивалась студентам оценка. Наш робот был по скорости среди всех студентов на третьем месте, то есть мы получили А. Плюс мы приняли участие в самом соревновании. Сам предмет роботы – это была большая самостоятельная работа в команде из трех человек. Там было четыре лекции, такие как бы ознакомительные, а на практиках нам буквально один раз рассказали, как работает PID-регулятор, и все. То есть это была фактически сугубо самостоятельная работа. Ничего особо об этом предмете я больше сказать не могу. Вы сами видели, примерно какого робота мы собрали, и довольно хорошо мы выступили на соревновании, заняли третье место. Следующий предмет – алгоритмы и программирование. Шесть кредитов я за него тоже получил А. Мне это было очень легко. Я вообще в принципе на лекции по программированию не ходил, потому что я как бы для себя в работе немножко программирую, и основы этого программирования знаю. Ну единственное, там был новый язык для меня, питон. Но советы по этому предмету – делайте домашние задания, потому что оценка за предмет состоит из трех частей. Первая часть – это, собственно, оценка за домашние задания. За них можно получить суммарно до 25 баллов. В каждом домашнем задании у нас было два как бы варианта – легкий и тяжелый. За легкий давали 1 балл, за тяжелый – 2 балла. Старайтесь сделать тяжелый вариант. Что еще хорошо, тут была автоматическая система оценивания. То есть вы заходили со своим логином, паролем ЧВУТ, загружали файл программы, и на серверах обрабатывались тесты, и вам присваивалась оценка. Собственно, преподаватели могли еще вручную проверить на предмет плагиата. Вот они писали, что курсовую работу там какие-то люди друг друга копировали. То есть этого делать не стоит. Далее экзамен состоит из двух частей – из письменной и практической. За каждую часть вы можете получить до 20 баллов. Письменная часть экзамена у нас состояла из 20 вопросов за каждый вопрос по баллу. Практическая часть – там было два задания. Вот, кстати, практическая часть была реально тяжелая. Я еле-еле успел закончить эти задания за 10 минут до конца. Там было легкое задание за 6 баллов и тяжелое за 14. По программированию, ну, смотрите сами. Если вы как бы умеете немножко программировать, то ничего сложного для вас не будет. Если вы вообще никогда в жизни ничего не программировали, то стоит больше времени уделить этому предмету. Следующий предмет – академийский описание. За два кредита классифицированный зачет. Я думаю, там большинство получило А. Мы слушали, нам рассказывали на лекциях про то, как работать с источниками, как цитировать, плагиат. Вот эти все… Ну, как не делать плагиат. То есть, не как делать, а как не делать плагиат. Все вот эти вещи. И надо было написать какую-то небольшую статью на 3-4 странички с использованием картинок, ссылок и так далее. То есть, все, кто вовремя отправил преподавательнице эту работу, получил от нее правки, выполнил правки, и всем этим людям она поставила А. То есть, обычно она всем скидывала по 5-6 правок. Мне скинуло 40, но из них там 30 эти чарки-делки неправильно стояли. Прям так за незнание чешского меня не ругали. Я думаю, если вы сдали экзамен на Б2 и полгода там прожили в Чехии, то этот предмет у вас сложности не вызовет. Следующие два предмета – «Беспечность в электротехнице и закладнишколе НИБОЗП» – это техника безопасности. То есть, по одному предмету надо просто расписаться ведомости, по другому предмету надо посмотреть учебный фильм, собрать какие-то розетки на стенде по схеме и написать легкий тест, типа там, куда не стоит ссылать два пальца, какое напряжение в розетке. Про это все рассказывается на лекциях по этому предмету, там ничего сложного нет. Плюс тест, если не написать с первого раза, то его можно до бесконечности переиздавать, поэтому никакой сложности этот предмет не представляет. Это просто формальность такая техническая. Дальше у нас два английских. Английский язык B1, классифицированный зачет, это относится к тесту по английскому, который мы писали на дне записи на учебу. И мне за него поставили зачет с ЦНКА, но за эти предметы ноль кредитов, поэтому они на стипендию, на средний балл не влияют. И я самостоятельно записался на экзамен по B2, тоже сдал его на А. Это является одним из условий обучения вообще за бакалаврский курс. То есть не обязательно это делать на первом курсе, можно сделать на втором, на третьем и так далее. Так, ну и теперь пошли, собственно говоря, сложные предметы. Математический анализ 7 кредитов. Очень сложный предмет, очень сложный экзамен. На экзамене было в письменной части 6 заданий, за каждое задание по 10 баллов. Каждая ошибка по этому экзамену в любом из заданий, она влекла за собой катастрофические последствия. Я письменный тест написал очень плохо на 37 из 60. Я не сделал последнее задание, сразу минус 10 баллов. Допустил какие-то серьезные ошибки во втором и в четвертом задании, то есть это еще минус 10 баллов. За какие-то маленькие ошибки в первом, третьем и пятом задании с меня сняли еще 3 балла, то есть я суммарно набрал 37. Нужно еще отметить, что дается бонус за семестр. В течение семестра пишется 2 контрольные работы. Можно получить до 10 баллов бонуса за экзамен. Плюс потом была устная часть, на которую я тоже ответил всего на 2 вопроса из 4, и то так худо-бедно. Поэтому я получил D. Но я буду переиздавать, я надеюсь, что вызубрю всю эту теорию. С расчетами у меня еще более-менее куда не шло. Что еще такое? Хочу пожаловаться. Наш преподаватель на практике не давал нам домашние задания. Вот домашние задания по линейной алгебре и по логике и графам очень сильно помогли как бы больше разобраться в этом предмете и лучше написать экзамен. А поскольку по анализу не было домашних заданий, я частично перекладываю вину за низкую оценку на этот факт. Ходите на лекции по анализу, и как бы сильно вас не вырубало, как бы сильно вам не хотелось отключиться и не слушать, заснуть, слушайте, потому что все темы, которые рассказываются, будут на экзамене. При этом на практиках, и я, кстати, ходил на семинары по математике, там не было тем последних, то есть мы не решали дифференциальное уравнение на практиках, мы минимум внимания уделили числовым рядам. Совсем не было тем, на которых я спалился, причем мне это попалось как бы в шестом вопросе на письменной части, и мне попался этот вопрос на устной части о численных методах интеграции. Ходите на лекции, ходите на лекции, ходите на лекции, и старайтесь как-то, если вам преподаватель по практике не дает домашние задания, подходите к нему и говорите, выдайте, пожалуйста, домашние задания, потому что, ну, математический анализ для меня был все-таки самым тяжелым предметом, несмотря на то, что за алгебру дают больше кредитов. Я сделал для себя выводы на следующий семестр, то есть я буду ходить обязательно на все лекции и заставлять себя, я не знаю, там, иголкой колоть, когда я буду засыпать, чтобы слушать и пытаться воспринимать эту информацию. Следующий предмет — логика и графы — пять кредитов. Тут было всего три, как бы глобально три темы, то есть это логика высказываний, логика предикатов и графы. Немножко выскочила та же проблема, потому что логику высказываний и предикатов мы на практиках хорошо разобрали, плюс мы по ним писали контрольные работы в течение семестра, за которые, кстати, тоже можно было получить бонус на экзамен. Можно было получить до 20 баллов бонуса, я получил, по-моему, 16. А графы мы уже не так сильно разбирали на практиках, по ним не было никаких контрольных. На страницах предмета было написано, что по графам будет обязательно для всех домашнее задание, но его отменили. Экзамен из математических был самым простым, в том плане, что по каждой теме было, по-моему, пять или шесть вопросов против шести по анализу. Я написал экзамен на 84 плюс 16 баллов бонуса, а чтобы получить А, надо было 109 набрать. Но я на устном хорошо ответил и получил нормальную оценку. Лекции по этому предмету вела у нас Голова. К сожалению, не знаю, как ее зовут, это фамилия ее. Это были самые интересные для меня лекции из всех, то есть на них я ни разу не засыпал, ни разу не скучал, максимум информации получил. Преликатовая логика была самая тяжелая. Графы были не сильно тяжелые, но плохо было в том плане, что минимум было начитки по ним. Ну и логика высказываний, там основной напряг по этому предмету был выполнить требования преподавателя. Это по этому предмету преподаватель требовал, чтобы мы сдавали домашнюю работу на чистых листиках А4, то есть он не принимал работу на листиках клеточку, например. В общем, он требовательный к формальностям, к точности формулировок, к записи. И если вы как бы слушали все лекции, ходили на все практические занятия и знаете, какие у него требования, вы получите хорошую оценку. И в этом плане предмет тоже был хорошим, потому что у нас проверяли домашние задания, и на практических занятиях мы эти домашние задания разбирали. И то же самое было по алгебре. А по анализу, к сожалению, такого не было, поэтому... Следующий предмет — линейная алгебра. 8 кредитов, то есть это максимальное количество кредитов за предмет в этом семестре. Я не знаю, мне почему-то она заходила намного легче анализа, хотя лекции читал преподаватель не сильно внятно. Ну, то есть внятно, он, конечно, профессор и все дела, но я говорил, он любил пошутковать так. Я эти шутки не сильно понимал, я куда-то отвлекался, и половину лекций, то есть не воспринимал. Но был очень хороший преподаватель по практике, Михаил Грох, по-моему. Ну, Грох точно, Михаил не уверен. На практиках мы всегда разбирали домашние задания, мы писали как бы два теста, за которые тоже баллы причислялись к экзамену. И на экзамене было четыре как бы главных вопроса, в каждом из них одно практическое задание и одно теоретическое. Тут надо уделить особое внимание при расчетах, потому что тут это умножение матриц, суммирование матриц. Очень легко допустить ошибку. С расчетами у меня никаких вопросов сложности не возникло, а с теорией, конечно, было хуже, но я... То есть, в принципе, я экзамен неплохо написал и устную часть неплохо ответил. На три вопроса... Нет, не так. На два вопроса я четко ответил от Чекани, на третий вопрос я там с заминками с помощью преподавателя ответил, а четвертый он спросил то, что было на последней лекции. Я говорю, ну мы типа же на практиках этого не проходили, я так, честно говоря, плохо помню. Он говорит, ну ладно, вам будет домашнее задание проверить. Вот. Это, собственно, все обязательные предметы первого семестра на кибернетике и роботике, на ФЛЧУТ. Ну, математика. Математика тяжелая. Математический анализ для меня очень тяжелый, видите, я его сдал на D. Линейная алгебра тоже очень тяжелая, но она мне просто как-то по душе больше ложилась и заходила, так сказать. Логика и графы тоже тяжелая. Ну и программирование, я не знаю, для меня это был очень легкий предмет, и роботы тоже. В роботы я, честно говоря, непропорционально вложился, то есть за него два кредита, и если бы я потратил это время на анализ, на математику, на подготовку, то у меня было бы лучше. Но, тем не менее, я как бы хочу научиться делать роботов, поэтому я робот, 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 я его программировал, подбирал с ребятами параметры, мы сидели, подбирали. Еще раз сделаю ударение, готовьтесь по математике, не пропускайте лекции, как бы сильно вас не клонило в сон, то есть я вот на некоторых лекциях по анализу сидел уже и так, блин, и так, и так, но нет, надо заставлять себя, надо слушать, надо учить, потому что это важно, плюс это пригодится действительно и в дальнейшем обучении, и в профессиональной карьере, так сказать, в профессиональной деятельности, если вы будете дальше этим заниматься. Ну, еще у меня было два необязательных предмета, испанский микроконтроллер, я, наверное, про них не буду рассказывать. На этом все, с вами был Максим Чех, я отучился уже первый семестр практически, я не считаю, что у меня еще впереди один экзамен по математическому анализу. Спасибо большое, что смотрите, задавайте вопросы в комментариях, я на все отвечаю, спрашивайте, что вас интересует, всего хорошего, до свидания.